Приветствую вас на канале Спокойной Аналитики, с вами Борис Тизенгаузен. Сегодня у нас 27 августа и есть очень интересные новости. Ну, во-первых, паника в Белгородской области. Там заявляют, что вооруженные силы Украины на бронемашинах прорывают границу, идут бои в районе КПП. Что там происходит, поговорим. И про Курскую область. Там тоже у россиян не все гладко. НАТО уже напрямую просто обвиняет Россию в диверсиях на базах НАТО в Европе. И это важно. И Байден подозревает, что Украина его пытается втянуть в Третью мировую войну. Вышел интересный материал. Об этом тоже поговорим. Ну и Лукашенко там отмочил, как всегда, и об этом расскажу. Если вы впервые на этом канале, подпишитесь обязательно прямо сейчас и давайте разбираться. Итак, ВСУ на восьми бронемашинах прорываются в Белгородскую республику. Бой с пограничниками идет возле Нехотеевки. По разным оценкам, там у Страха глаза велики, пишут, что от 60 до 500. Это Z-паблики публикуют. Военнослужащих пытаются проникнуть. А я напомню, от границы до Белгорода 42 километра всего. Это вот примерно такое расстояние, на которое вооруженные силы зашли в Курскую область. Поэтому, конечно же, паника. Поэтому, конечно же, ждут со дня на день в любой точке, где граница есть совместная, что там тоже начнется какое-то проникновение, точнее освобождение вот этих непризнанных пока еще Белгородской народной республики, Брянской, Курской и так далее. Так вот, а тут уже не скажешь, что как проникнут, так и, значит, получат. Помните, когда РДК и Легион заходили в Белгородскую область, они заходили, там рейды были. Они зашли, у них не было задачи закрепиться. Они потом уходили. То есть вот сейчас уже так не скажешь. Две недели в Курской области. Вот вам, пожалуйста. Причем отлично закрепились вооруженные силы Украины. Наступают они сейчас на снагость. Есть такой населенный пункт там. Ну, в общем, обстановка тяжелая, но контролируемая. Как говорят российские власти, контролируемая она там или нет, сейчас вам расскажу. А пока в Белгородской области все в порядке. Закрыли еще три населенных пункта, эвакуируют еще несколько населенных пунктов. В общем, все идет в порядке, новые волны эвакуации, потому что все под контролем. Я думаю, вы видели лицо Путина в прошлом или в позапрошлом выпуске. Я показывал вам, когда он встречался с Герасимовым, выслушивал, как все в порядке. На кремлевском сайте специально срезали звук на этом видео. Впервые я такое вижу, когда Кремль выкладывает видео и убирает звук. Ну, то есть там, наверное, какие-то совсем непотребные звуки были. В общем, речь идет в Белгородской области. Губернатор опять с кислой рожей вылез и сказал, что да, нужно из-за сложной ситуации закроем села Дроновка, Дроновка сам Бог велел закрывать, Порос и Старый Хутор. Все закрыли, потому что все супер, все в порядке. Вот ситуация, это я просто... Ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Снова заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Конечно же, контролируемая. А где, кстати, Алаудинов? Вот я думаю, что сейчас у них новая версия должна появиться. Бой был с вооруженными силами Украины на границе. Но как только они узнали, что Алаудинов несется просто туда, к месту боестолкновения, все отступили сразу. Я думаю, давайте подождем, скоро он с этой версией выйдет. Напомню, у него уже есть два варианта. Разминулись и развернулись. То есть, разминулись это когда-то мимо них прошли, а развернулись, это его уже заместитель докладывал, что мы вот уже доехали прямо, вот. Но нас позвали на другую точку. И мы развернулись и уехали. Так что ждем, ожидаем. Z, патриотические телеграм-каналы сообщают, что фиксируется продвижение вооруженных сил Украины в районе Снагости. Это мы уже в Курскую область перешли. И наступают наши воины света. Там они, кстати, такое сейчас проводят в своем стиле героизацию. Такую, мол, все герои, не чтобы забить историю про то, что сдавались там сотнями и не только срочники, они сейчас придумали новых героев. То есть, вот в селе Малая Локня, там у них новые герои, которые не дали, точнее, захватить село. Они забаррикадировались в ИК-11, это женская исправительная колония, которая там вот находится в этом населенном пункте. И отстреливались до последнего. Пока у них прям вот все. Пал смертью храбрых в окружении нацистов и так далее. Напомню, пал смертью храбрых. Там один против двадцати. У них вот эти все истории. Я думаю, вы видели кадры, когда Брэдли просто прошивает вот так насквозь двух-трехэтажное здание. Это вот оттуда кадры. Поэтому там никто не пал смертью храбрых. Там просто зашли те, кто не сдался, взяли и размолотили. Собственно, не нужно в чужую страну приходить и нехорошо себя вести. Это я сейчас про россиян. Потому что, когда ты припираешься в чужую страну, будь готов, что придут к тебе. И невыдуманные, как говорится, истории еще из эпоса героического. Значит, там есть у них каналы, которые сейчас начинают собирать нашим мальчикам, нашим там ребятам куда-то. Помните, теплые носочки и так далее. Вот у них такие есть каналы, какие-то окопные свечи. И канал, который Суджа, там есть такой канал, он собирал тоже нашим мальчикам, как они их называют, насобирал какую-то сумму денег и сегодня вышел с этим сообщением, что сбор приостановлен. Проклятые нацисты, ну, понимаете, от имени пользователя позаблокировали карты, куда сборы шли. Вот офисы Днепра работают, как говорится. Так что большой вам привет туда, собиральщики. А вот на фоне этого всего, на фоне паники в Белгородской области и кислой мины в Курской, а я, кстати, напомню, выдавить же Путин приказал, выдавить. И где это вот, что, кто кого там выдавил? Пока не сильно получается. И около 50 тысяч российской группировки необходимо, чтобы начать какие-то действия по выдавливанию. Пока что они гадают на своих ток-шоу, а как быстро или когда дойдут, или что будет, если дойдут до Курской АЭС, которая, кстати, там в плановый ремонт ушла. Энергоблоки у нее. Вдруг решили, что им нужно плановый ремонт, планово-внеплановый такой. Так вот, решают на своих пропагандистских шоу, когда же вооруженные силы Украины дойдут и что будет. Представляете, как оно? На третий год войны какие темы поднимаются. И вот на фоне всего этого абсолютно прекрасно в кавычках выглядит новость. Байден считает, что президент Украины своими действиями пытался втянуть Америку в Третью мировую войну. Financial Times пишет. Ну, начнем с того, что не сильно-то вы и втягиваетесь, если честно. Ну да ладно. На самом деле о чем речь? Это не очень комплиментарно так по отношению к Украине. Украина пересекла красные линии, установленные не только Россией, но и Вашингтоном, пишет Колумнист. Вполне может быть, я вам сейчас объясню и разъясню, что это за втягивание такое в Третью мировую войну. Любые предположения о том, что война может быть перенесена на территорию России, рассматривались как опасные. Это в Белом доме. Ну, конечно же, рассматривались как. А как она еще может быть остановлена, эта война, если ее не переносить на территорию России? Все время воевать на территории Украины? Ну, так вы тогда ее никак не остановите. Тонкая разница в целях войны, потому что Байден обозначил две цели. Первая – поддержка Украины. Вторая – избежать Третью мировую войну. И согласно недавней книге, вот оно откуда взялось, Дэвида Сенгера, Байден даже предположил, что Зеленский, возможно, намеренно пытается втянуть Америку в Третью мировую войну. Значит, Украина, я напомню, никуда никого втянуть не пытается. Украина пытается выжить. Так же, как Израиль, который понимает, что будет эскалаться, если уничтожить верхушку прокси террористических, понимает, что будут лететь ракеты, понимает, что союзникам придется вмешаться, потому что у них другой немножко уровень взаимоотношений. Украина пытается выжить. И именно поэтому Украина начинает бить по НПЗ, именно поэтому Украина заходит на российскую территорию. А это мне очень напоминает, знаете что, как вот идем, идем, это не страшно. Смотри, дед, вот, завар, да, вот он не страшный. Сейчас мы дойдем до него и пнем его. И поверь, он не страшный. И вот так мы тянем этих наших союзников. Они говорят, да вы что, он сейчас дед проснется, зарычит этот дед Кабаев, зарычит, как бросится на всех. А Украина говорит, секундочку, ну вот посмотри, он же жалкий, он не страшный. То есть вот так это примерно выглядит. Поэтому, конечно, перестраховщики, я уже молчу про Обаму, это просто, ну то есть, где Крым, вон там Крым аннексировали. Ничего не понимаю, ничего не вижу. Какой Крым, я не в курсах. То есть вот что происходило. Вы можете справедливо написать в комментариях, вам никто ничего не обязан, вы вообще тут, ну тогда, если никто ничего не обязан, так может быть тогда верните нам то, что по Будапештскому меморандуму у нас забрали. Причем не просто забрали, а часть передали России. Вот эти самолеты, которые вчера и сегодня летали, это часть нашего арсенала ядерного, который был у Украины. И ракеты были, все было. Верните, и тогда никто ничего не обязан, расходимся. Нет. Украинцы уже давно жалуются, что осторожность их самых мощных союзников означает, что их просят воевать с одной рукой за спиной. Так, так и есть. Украинское и американское правительство утверждает, что администрация Байдена не была проинформирована о курской наступательной операции. Не исключаю. Хотя не исключаю, что и иной может быть сценарий, но о нем как-нибудь потом уже, после войны. И вот откуда взялась история, что если Украина зайдет на территорию России, Путин применит ядерное оружие. В 2022 году американская разведка перехватила частые, а иногда и подробные разговоры между российскими военными о ядерном оружии. Не исключено, тут сам колумнист пишет, что некоторые из этих разговоров должны были быть подслушаны специально, слиты. Ну то есть да, россияне специально имитацию бурную сейчас нажмем, сейчас приготовимся. И конечно же тогда все задрожали, испугались. А по факту, по факту Украина создала новую реальность. Перевернула просто. Официально сейчас все признают, что бригады вооруженных сил Украины зашли на территорию России, используют западную технику, западное оружие. И мы не слышим ни одного возмущения Запада. Почему? Создали новую реальность. Украина создала ее. Помните, когда РДК, Легион заходили, какой там, до небес просто поднялось осуждение со стороны некоторых партнеров, что там была замечена какая-то единица западной техники. Сейчас, пожалуйста, танки, бронемашины лупят. И все, это все нормально. И Путин никакую кнопку не нажимает. Понимаете? Нажимает кнопку только выключить звук трансляции. Потому что, судя по всему, он там просто кроет Герасимова, пока что еще ни, который не сидит. Я напомню, Герасимов, у него такой иногда взгляд обреченный. Он понимает, что с ним будет то же самое, что с Суровикиным, с Гиркиным, с Пригожиным, со всеми вот этими. На кого-то придется сбрасывать эту ответственность. Эту лажу, которая, в принципе, на 99% висит на Путине. Так что, посмотрели из-за уголочка наши западные партнеры и поняли, смотрите-ка, а так можно было. А оно где-то действительно не страшный. Но пока мы дожимаем их еще, пока просим разрешения на удары вглубь территории России, пока мы это все делаем, ждем. Тут уже, кстати, целый список целей повезут в Соединенные Штаты на согласование. Дожились список целей в России с просьбой разрешить по ним бить западным оружием. И в этот самый момент НАТО подозревает Россию в подготовке диверсии на немецком военном аэродроме. Агентство DPA об этом сообщает. А там никто не беспокоится со стороны России про красные линии. Да ну вы что, какие красные линии? Германия получила от одной из иностранных разведок надежные сведения о подготовительных действиях предположительно российской диверсии против базы НАТО с использованием беспилотника. Ну здесь сошлись многие эксперты, что речь идет об аэродроме ВВС НАТО в Гайлинг-Кирхене. Полтора недели назад там было подозрение, что хотели воду отравить, оцепили эту базу и так далее. Ну то есть вот на территории, на вашей территории, тут есть шанс нашими руками, украинскими, дать оружие и размотать эту пизавра просто на атомы. Нет. Мнут Таурусы. Я же говорю, Шольц мнет Таурусы уже очень долгое время, хотя давно уже видно, что ну зря пугались определенных моментов. Ну а кстати, Путин же подкопил ракет за два месяца и вот ударил и вчера и сегодня до сих пор беспилотники опять летают. Ну накопил. Видите как? Бывает. Ну и по большому счету все те, кто писал сейчас по правительственному кварталу, как в лупе там и так далее. Ну это смешно. Они же как думают? Они думают, что Украина не сможет защищаться в День Независимости, попразднуют там, потом с утра будут очень плохо себя чувствовать и не смогут защищаться. Ну и плюс есть еще один момент, про который я постоянно говорю. Бить в День Независимости это признать, что Украина независимая и эта независимость тебе как кость в горле. Тут тоже дед все что угодно будет скрипеть, стучать каблуками, кулаками, но не признает этого. И как же без ярких, горячих, зажигательных новостей. На Омском НПЗ это самый крупный нефтеперерабатывающий завод в России. Огромный просто город целый. Взрыв и пожар случился, причем в крайне прям таком уязвимом месте. Ну я не думаю, что это беспилотник был, потому что там 3000 километров расстояние до Омского НПЗ. Россияне наверное думали, что туда вообще ничто не достанет. Тем более он, повторюсь, он самый крупный в России. Вот саботаж и диверсия вполне возможно. То есть есть Украина страна партизанской славы, поэтому кто-то добрался туда. И вот этот Омский НПЗ он остановил почти половину мощностей после этого взрыва. Там АВТ-11, установка первичной переработки пострадала, она отвечала за, ну фактически за переработку почти 9 миллионов тонн нефти и полтора миллиона тонн газового конденсата. То есть это 41% от всего, от всех мощностей этого Омского НПЗ. Вот эта установка взорвалась, загорелась, все бегали, суетились, переживали. И только мы, правильно кто-то мне написал, что после войны будем лечиться от пиромании, потому что очень нравится нам, как все там у них горит. И добавим, так как говорится, дровишек. 10 дней уже нефтебаза в Пролетарске горит. А там сегодня я ролик видел такой, какой-то печальный сотрудник снимал уже сгоревшие резервуары и говорит, 15 лет строили и за одну неделю все накрылось. А вот это мне знаете, что напоминает? Это мне напоминает вот путь России и Путина у власти. 20 с лишним лет правил, правил и за какой-то короткий промежуток времени угробит полностью. Хотя шанс на развитие, шанс действительно стать процветающей страной, еще какой бы при таких-то ресурсах. Не зря россияне, стоя по щиколотку в грязи, без газа, с туалетом на улице, говорят, они хотят наши ресурсы, эти проклятые американцы и прочие всякие разные геи из Европы, хотят наши ресурсы забрать. Но они не ваши ресурсы, начнем с этого. Вы даже себе, у вас газом завались, а в доме его нет. Так что не ваши ресурсы, хотя путинские, может, ресурсы, но такое. Так что я вот знаете, что думаю? Больше всего в последнее время по скорости смени масок меня удивляет Лукашенко. Я обещал, в конце мы перейдем к Лукашенко. Были в моем детстве, были популярны всякие рассказы, книжки про полярников. Вот в данном случае тут, наверное, впервые первый в своем роде биполярник такой появился. То есть у Лукашенко, у него два образа ключевых. Либо он страшный главнокомандующий подводит войска к границе и говорит, сейчас мы там, ого-го, мы этой Польше, мы с кем покажем. Либо он тихенький, мирненький, едет в какой-нибудь колхоз, пересыпает там из ручки в ручку какие-то зернышки и говорит, вот, а зимы это как в этом году взойдут. Ну, в общем, два у него образа, в зависимости от того, какой ему нужен и на кого нужно поработать. Актер, у которого нет Оскара, это точно. Так вот, Лукашенко нас удивляет снова. Я думаю, зайду в каком, да, я думаю, зайду, в каком образе сегодня клубнеликий явится, а сегодня он в образе как раз вот этого вот неутомимого колхозоида. Так вот, захожу, я просто, я даже, наверное, тут северокорейская пропаганда даже не дотягивает до такого. На канале Лукашенко запись. Помните мальчика, которому президент помог открыть банку СОКа? Поговорили с ним спустя два года после мастер-класса от Лукашенко. Ну, и очень интересные темы, как школьник стал известным, почему решил вступить в ряды пионеров и так далее. Значит, история, просто Лукашенко когда-то детишкам там раздали СОК, они не могли открыть, и Лукашенко лайфхак какой-то показал, там, постучи снизу по бутылке и вот так откроешь. Нашли этого мальчика, поговорили с ним, очень интересная беседа. То есть в образе какого-то дикого совкового, какого-то Ленин и дети. Помните эти рассказы дурноватые? Ленин шел через лес, дети с грибами там ему встретились, Ленин потом еще печника встречал, Ленин в Смольном, Ленин в Сокольниках, Ленин там еще кто-то. Вот пора писать, Лукашенко и мальчик в данном случае, да, Лукашенко и СОК и в стихотворной форме погнали. А шахеды-то сегодня к Лукашенко залетели, 6 штук аж залетело. Но он в образе сегодня добром, он в образе Лукашенко и дети. Поэтому залетели, улетели, ничего страшного. Путин ему опять присылает какие-то поздравления, не знаю, может на этих беспилотниках. Но Лукашенко понимает очень хорошо. Вот только просто щелкнуть пальцами на границе и его режим снесут. Он же сам говорит, там 100-тысячная группировка стоит на границе с Беларусь. У Лукашенко армия 50 тысяч всего. 15 тысяч из них это вот боеспособные относительно соединения. А мотивации там за него воевать ноль просто. То есть скорее всего он в этот раз даже не как в 20-м году с автоматом без магазина бегал. Он побежит уже сразу туда, к Путину в Сочи, где достраивает свою резиденцию. Поэтому и не хочет играть уже с огоньком. И поэтому заход в Курскую область просто настращал его. Напугал аж наш биполярник, аж сидит там, наверное, где-то под койкой и посматривает. Лишь бы ко мне не пришли. Оставьте меня в покое. Я просто коровку попадаю, зернышки пересыплю. Я старый пожилой пенсионер. Поэтому зовите меня папа Коленьки или там дедушка Саша. Такие дела. Берегите себя, друзья. Подписывайтесь обязательно на этот канал. Берегите своих близких. Спокойного нам всем дня. И, конечно же, слава Украине.